Итак, всех приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадим, и это одно из моих видео. Собственно, здесь мы будем разбирать последнее, связанное с похищением, собственно, аккаунта. Естественно, даже если я его верну, я его себе не буду забирать, потому что, типа, всё. Но я хочу сказать, что дело в том, что почему я не буду его забирать и вообще не буду ничего пытаться делать? Ну, во-первых, потому что его могут заново украсть, естественно, когда угодно и как угодно, и так далее. Во-вторых, как бы, я лучше уйду сейчас. Дело в том, что я думал сделать два отдельных ролика, но, наверное, всё-таки нужно объединить их в один, потому что какой смысл, типа, делать два ролика, если можно всё сказать в одном. В общем-то, я вот побыл день без Наруто Онлайн, и это такое непривычное уже чувство, и это прикольно, это прикольно. Дело в том, что рано или поздно всё равно нужно было бы его бросать. То есть, то количество времени, которое я проводил, и, то есть, этот график, я ненавижу графики. То есть, вы не представляете, какое мне удовольствие доставляет, то есть, спать, например, днём, а бодрствовать ночью или наоборот, и так далее. И, то есть, не нужно заводить будильник ни на когда, не нужно ничего подобного делать. Это офигенно, вы понимаете или нет? Я уже забыл, что это такое, и это действительно, то есть, эта игра, она как школа, реально. Поэтому, несомненно, я не советую никому чем-то подобным заниматься, то есть, играть в подобное. То есть, играть в те игры, которые, собственно, нетребовательны ко времени, у которых нету там ивентов, без которых вы, типа, не пройдёте и так далее. И, что я хочу сказать, я в прошлом летом даже не поехал с отцом на дачу ни разу, при том, что он меня приглашал как раз из-за этой грёбаной икры, то есть, тупо из-за икры. Но он, конечно, нормальный чувак, то есть, у меня отец нормальный чувак, в отличие от матери. И, типа, он всё, типа, понимает, там, никогда там мне не перечит и так далее. Это нормально, то есть, но я, как бы, чувствовал, что это уже с моей стороны ненормально. Так что, на самом-то деле, освободиться от этого, то есть, реально освободиться от бремени такого себе белого человека или чего-то вроде того, это, в общем-то, очень круто. Я считаю, что освободиться от вот этого вот дерьма, это очень круто. Мне всё равно пришлось бы бросать эту игру, по-любому. То есть, если на работу пойдёшь, то придётся бросать. Если там, опять же, там, к сестре, к матери поехать, к отцу поехать, ещё что-то делать. Это всё требует времени, и, как бы, время, скорее всего, будет пересекаться с этим Наруто Онлайн. И даже если я смогу заходить, я, например, смогу заходить вечером, как Айболит. Но если я смогу вечером заходить, например, как Айболит, то я, собственно, и буду, как Айболит, то есть, не самым крутым, не самым сильным фритупейщиком и так далее. То есть, рано или поздно это всё равно бы закончилось. Но так у меня, я могу сказать вам, я вот мог бы этого не говорить, потому что, типа, ну, просамоанализировал и всё. Но я честен сам собой и честен, собственно, со своими подписчиками. Я буду говорить, что, как бы, надежды нет. Люди всё больше донатят постепенно. У всех там и тачи суса на пол являются и так далее, и тому подобное. То есть, рано или поздно я бы всё равно спускался, спускался и спускался. Это во-первых. При том, что я там, это, по три часа в день регулярно. Причём самое неприятное, это что именно вот по расписанию нужно заходить. Я себя приучил к этому. То есть, у меня есть сила воли, но нафига? Нафига? Нафига мне использовать свою силу воли, чтобы насиловать себя из-за вот этой вот фигни? Также, естественно, я не буду бомбить на Мацури. Это, это, несомненно, хейтеры обрадуются. Или, наоборот, расстроятся и все отпишутся. Но хейтеры могут, короче, отписываться, потому что, типа, вот, я больше в Мацури не буду участвовать. И так далее. Мне, опять же, чего я не могу теперь делать? Я не могу сделать только нескольких вещей. Из-за того, что, типа, вот, я бросил, например, аккаунт. Я не могу показывать вам Мацури, Сейчворд Баттлфилды. Но я их показывал несколько раз. Поэтому вы могли видеть, что мой аккаунт был силён. И, собственно, он остался сильным до самого конца. Если бы меня все абсолютно начали обгонять, все донаторы и не донаторы и так далее, со временем из-за того, что я там, например, на работу бы пошёл или ещё чем-то занимался, то, как бы, было бы обиднее. Потому что это моя вина. А так, это не моя вина. То есть, я могу сказать, вот, я был самым сильным, пока мне не взломали аккаунт и так далее. Да, обидно за время, но когда тебе никто не виноват, а ты сам виноват, например, в том, что, типа, там, где-то рифайн руну не так, зарифайнил где-то ещё что-то произошло не так и так далее и тому подобное. Это было бы гораздо обиднее, потому что, ну, типа, легко дали, легко взяли. А так, ты, как будто бы твои действия привели к чему-то плохому. Хотя это не так, так как люди, типа, донатят и все дела. Но я впечатлительный. Вы же знаете, я из-за этого, кстати, бомблю и так далее. То есть, у меня есть время. Вы начнёте, наверное, спрашивать. Ну, ты же сам говорил, что цель игры, типа, быть самым сильным и так далее. Да, это так. Именно поэтому я, собственно, так себя напрягал. То есть, да, цель игры быть самым сильным и, типа, не донатить на ниндзя, донатить мощь и так далее. Также, чего я не смогу сделать, это, возможно, какие-то новые ивенты обозревать. Ну, то есть, в смысле, мне, в принципе, возможно, пригодится какой-то аккаунт. То есть, ну, у меня есть определённые аккаунты. Я не знаю дракона. Дракона, возможно, я кому-то из вас отдам. Ну, я посмотрю. То есть, там, если он никому не понадобится, всё-таки 90 камачи, может, кому-то пригодится аккаунт такой. Кто хочет 90 камачи, с третьим райкаги и так далее. Ну, я посмотрю. То есть, на самом-то деле, его же опять взломать могут. И придётся опять просить самого дракона на его имейл, чтобы, типа, восстановить. Ну, я надеюсь, типа, вроде бы этот хрен, он, короче, добился всего, чего хотел. Собственно, он добивался просто взломать для того, чтобы взломать. Ну, сейчас мы покажем. То есть, вот это вот ХО, это, короче, одно из имён моего персонажа, когда его выкупил этот хрен, он, короче, потратил все купоны. Естественно, естественно, начал врать насчёт того, что он не тратил купонов и так далее. Хотя это всё можно посмотреть, собственно, на видео предыдущих, перед тем, как он получил аккаунт. Ну, логично. В принципе, чувак, скорее всего, не в первый раз взламывает. Он неудивительно. То есть, это, в принципе, пидорасы. Знаете, как... А... Ну, есть люди, которые делают не очень хорошие вещи ради какой-то плохой цели. А есть не люди, которые делают плохие вещи ради плохой цели. И получают от этого удовольствие. Собственно, тетушки всякие и так далее. Вот это вот типа кибер-тетушек. Вот как-то так. То есть, они просто набегают, там всё взламывают, говорят, что сам дурак и так далее. И всё. То есть, просто психопаты, извращенцы и подобные долбодятлы. В принципе, такое же примерно с Айболитом, наверное, случилось. То есть, когда его просто взломали. Хи-хи-ха-ха. Ай, как прикольно. Я тебя взломал. Я, короче, всё твое испортил. Там, Fairy Tail или в чём-то таком. Вы можете спросить у Айболита на стриме. Типа, я не помню в какой игре. То ли в Fairy Tail, то ли в другой. Но, в общем-то, он после этого тоже ушёл. Ну, действительно, зачем оставаться в этой игре, типа, после того, как тебя, типа, взломали. И, типа, естественно, никакая поддержка не поможет, потому что это будет означать, что это их вина. А там ещё что-то может начаться и так далее и тому подобное. Это полный бред. К тому же он вот по пять раз имя своё поменял и так далее. Это бред полнейший. Но, что я хочу сказать, что так как вот так вот всё произошло, то есть я, как бы, я уже всю игру познал, скажем так. Только, типа, ниндзя не всех собрал и всё. Но я вам скажу, что можно собрать всех ниндзя и не познать игру, так как я её познал. И поэтому я, вот, был во многих ипостасях. То есть я был, типа, хищником. То есть вначале я грабил людей и так далее. Потом я это, ну, то есть мне начали мешать грабить. Был донатер такой, Ниблхейм, который, из-за которого много людей из нашей группы ушли, короче. Ну, тогда ещё наши The Legends, ну, потом мы же с этой Конохой объединились и так далее. Ну, то есть вначале был вот этот вот донатер. Он постоянно суппорты кидал, из-за чего мы не могли грабить. И в итоге я нашёл выход. Я начал, типа, делать мультов, то есть тратить больше времени и так далее. За счёт своего времени там всякие вещи делал. Потом, и я тогда себя позиционировал, то есть я был, как, типа, хищным игроком. То есть хищные игроки это донатеры у тела, которые, собственно, накипают и так далее. После того, как я мультов завёл, я стал больше этим исследователем. То есть тогда же я начал всякие тактики проверять, тогда же я вывел эту свою, типа, теорию о том, что нужно донатить, там, типа, броню, а не в это, а не во всякие магатамы и что-то подобное. То есть я гайдал много, вот после того, как я именно этим начал заниматься, исследованием именно, начал искать другие пути, не ограбляя никого, добывать, например, купоны и так далее. Благие намерения, согласитесь. То есть в каком-то смысле донатер, который гадил нам, он в то же время всё-таки спасал своих. И хотя они были из другой группы и были нам врагами, но тем не менее. То есть их тоже можно понять. Но это всё правила игры. Правила игры хуёвые, и как бы то, что мне удалось их обойти, это моя заслуга, а не, собственно, заслуга оазисов. Которые, естественно, ну, не оазисов даже, а бандай, которые изобрели эту игру такой, чтобы люди друг с другом враждовали постоянно, причём чисто системно враждовали. То есть не как там на турнире. Опять же, если посмотрим тот же кроссаут, то есть там от победы мало что зависит. То есть на 3, на 4 больше там металла, но нафармить максимум металла может каждый. То есть там есть лимит для каждого на месяц. То есть 2500 единиц металла ты можешь нафармить в кроссауте. Это вот как если бы это, ты мог бы, например, на курам уходить, пока ты не нафармишь 20 купонов. То есть на кураме. Вот ты ходишь на этого, на девятихвостого, на ивент, и идёшь, 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 пока не нафармишь. И то есть всё будет зависеть только от тебя, от того, сколько ты на нём проведёшь и так далее. Вот так вот в кроссауте. По-нормальному, согласитесь. То есть ты больше играешь, меньше играешь. Но это я для примера, то есть я не представляю, как бы это было. А не так, что типа везде есть лидерство, и то есть сильные становятся сильнее, а слабые слабее. Но все знают, это Наруто Онлайн. То есть потом же я стал этим. После того, как я уже всё исследовал, ну относительно исследовал. То есть у меня и ниндзя новых, то есть закончились, а старых я всех уже поиграл ими и так далее и тому подобное. То есть после этого я стал мажором. То есть чуваком, который всякими табличками хвастается. Это вот такая вот фигня, фича у меня появилась, когда я этот, до объединения серверов. То есть до объединения серверов за пару недель, то есть Нибблхейм этот донатер ушёл, а я остался. И я был одним из трёх сильнейших вообще на нашем серваке тогдашнем. То есть 3 Great Strengths, естественно я тогда ещё и на Кураму, если ходил, то я получал всегда первое место. Естественно в Сейчворд Баттлфилде я начал занимать высокие места и так далее. То есть на Санинах этот Мацури тоже легко проходилось. И то есть ещё тогда было старое выживание, когда короче не донатер получал столько же очков, сколько и донатер в обычном выживании. И то есть я ещё и там держался, то есть на первых местах. Но то есть я был таким позёром, то есть любил тайтлы свои выставлять, вот какой я титулованный. И потом объединение серверов, и я вот таким вот был типа мажорщиком, и моя задача была собственно поддерживать это состояние. То есть в каких-то топах находиться, держаться, при том что я очень маленького уровня и так далее и тому подобное. Но я не был только в одной роли. Я не был в роли наблюдателя, не был в роли того игрока, который собственно, у которого нету цели чего-то добиться в игре. То есть которые просто заходили, я знаю особенно в начале игры, когда только сервера открывались, они заходили просто постоять где-нибудь там, там поповышать звёздочки своим ниндзя, каким-нибудь самым элементарным вроде Наруто. Они ни сюжетку не проходили, набирали кучу опыта, там было что 90 уровня, вон там 20к мощи. Некоторые, конечно, из них мульты были, но всё-таки для мультов 20к мощи это довольно много, так как их нужно типа для этого качать, поэтому в основном это просто чуваки, которые зеваки. И вот в роли такого вот зеваки, который при этом ещё и вот как Форест Гамб, знаете, ну если вы не видели, посмотрите фильм, короче, Форест Гамб. То есть чувак, который как бы вроде бы и молодой, то есть какой-то чувак с низкой мощью, с низким уровнем, но при этом знающий всё об игре, но при этом он не стремящийся ничего достигнуть в игре, он просто рассказывает свою историю. Это как-то романтично, я бы сказал. Вот в такой роли я ещё не был. Но это не значит, что я буду висеть в Наруто, естественно, я, возможно, там раз в неделю буду заходить там, смотреть типа какие там ниндзя у донаторов и так далее. Сайан Шторм, перед тем, как он ушёл, он, короче, тоже чем-то подобным занимался. Также интересно, что, похоже, в англоязычные ЛСП-щики где-то узнали, что типа не нужно показывать имейл, и, короче, они прятали имейл. И, кроме того, они регистрировали свои аккаунты на те имейлы, которые они не используют, и советовали нам. Но я не знал этого, во-первых. Во-вторых, я, самое главное, я не знал этого, когда только начинал игру. То есть, понимаете, в чём прикол? Дело в том, что этот имейл, он у меня на канале. То есть, даже если бы я не засветил его в видео, то можно было бы догадаться, типа, что... Ну, или попробовать хотя бы, проверить этот имейл и так далее и тому подобное. Я до этого никогда в онлайн-игры не играл, и как бы не знал, что пароль – это бессмысленная штука. И этот чувак, он взломал, как бы, ему не нужен пароль, чтобы взламывать. Ему вообще пофигу, там, на... То есть, он, наверное, как-то или получает этот пароль, или там... Ну, то есть, это не брутфорс, это не методом подбора, потому что пароль слишком сложный. И я вам, типа, показывал его. Ну, то, кстати, был, по-моему, не тот пароль, но... В общем-то, тоже вот подобный. В общем-то, в чем прикол? Прикол заключается в том, что... То есть, там есть просто какая-то лазейка, которая позволяет просто тебе спиздить аккаунт, когда угодно. И то есть, странно вообще, что он так долго, типа, его пиздил и так далее. Ну, это, как бы, их проблемы. Значит, вот, что я хотел сказать. То есть, у меня много времени на другие дела. При этом, как бы, я не столько потерял, сколько приобрел. То есть, в будущем, я... Мне бы пришлось все равно когда-то, типа, бросать Наруто онлайн. Ну, не может, типа, играть вечно невозможно, а тем более играть манчкином. А так вот, мне, так скажем, дали повод. Это не значит, конечно, что я буду благодарить тех мерзавцев, потому что они, собственно, остаются мерзавцами. Но если подумать, это игра. Да, давайте позаботимся, как говорится, чтобы в жизни так же, как в игре, не происходило. То есть, не могли бы прийти тебя, то есть, там, изнасиловать и что-то сделать, там, гадости какие-то, отнять у тебя все и остаться безнаказанными при этом. То есть, это, то есть, такие же преступники. Вот, как в жизни те, которые, там, дом у тебя воруют или еще что-то. Там документы заставляют подписывать и так далее. То есть, рейдеры, вот так сказать. То есть, твой персонаж, твой предприятие. Они рейдеры. Они пришли, короче, и захватили все. И чтобы испортить, чтобы раз это, распилить и продать. В принципе, вот такие вот рейдеры из 90-х. Также этот чувак, который захватил мой аккаунт, он все-таки, как минимум, он знает русский язык. То есть, он писал, типа, о том, что, ну, сейчас я вам все переведу. Вот, пишет это с моего аккаунта, он писал. I mean, since I already got email, I might as well just tell you. Типа, once you get the email, it's really simple. То есть, как он взломал, типа, мой аккаунт, что он написал, что, как только ты получил email, это очень просто. Ну, то есть, получил, собственно, не доступ к email, а именно надпись email, то есть, какой у тебя электронный адрес. То есть, вы представляете, а зачем тогда нужен пароль? То есть, пароль, получается, вообще не нужен. Я не знаю, как они это делают и так далее, но, типа, вот такие вот дела. Так что, вывод, то есть, вот, прикиньте, вы можете вложить папки, и вдруг вы кому-нибудь не понравитесь. То есть, какой-то, вы какого-нибудь, вот этого чувака, вы донатер, например, и вы его побьете в Мацури. А он потом, это, узнает ваш email и просто сломает ваш аккаунт. Вот, все. Кроме того, мы не знаем, то есть, может, если нету email, то тоже можно что-то сделать, типа. Так, Инагасай, can you use these messages, что-то type, scheme, block, list? Так, bring us all just plus. Так. Well, I guess the question is why would you stop, stoop so? Почему ты опустился так низко? Вот, спрашивает. Кстати, я не знаю, насчет это Макай или не Макай. Ну, короче, я не знаю. Я вот, типа, покину, а они что-то этого хуя пытаются опять принять свою группу. Ну, с одной стороны, меня это не должно волновать. Ну, вот представьте, то есть, чувак просто взламывал аккаунты и потом его принимают из-за этого в группу. И, то есть, получается, он победил полностью. И вообще, это полный пиздец. Короче, вот, Коупенс. А, насчет этого. Короче, вот, второе. То есть, он пишет, что он взломал аккаунт из-за того, что я говорил в видео, что я хочу, чтобы кто-то, типа, умер. Ну, во-первых, это говорит... Я говорил в своих видео на русском. То есть, он понимает русский. Если мы посмотрим, то есть, у меня нету субтитров английских к моим видео. Следовательно, чувак, который взломал мой аккаунт, это русня. Русня, причем русня, которая еще и английский знает. Это образованная русня. Вид крайне редкий, вымирающий. Возможно, работник фабрики троллей, который занимается вот этим вот на выходных. То есть, знаете, есть тролли, типа, простые, а есть тролли по призванию. То есть, есть те чуваки, которые потом прибегают с фабрики троллей, или там, хакеров, или кого там еще. И говорят, ой, нас заставляли, и так далее, и тому подобное. И на них, типа, смотрят искоса, и так далее. А есть вот такие вот, которые... Это просто работа их мечты, и так далее. То есть, блин, ну, я не знаю. Возможно, я хотел бы быть таким же. Ну, в общем-то, я не уверен насчет этого. Ну, или просто толбоебые психопаты. Значит, really toxic about it. Какого хера я тебе что-то сделал? То есть, давайте разберемся в садике. То есть, знаете, в садике, дети, один карапуз говорит это, вя-вя-вя, бля, сказал, например, карапуз. Или там, вя-вя-вя, ты плохой. Или что-то такое он сказал. Второй карапуз его ударил. Что скажет им учитель? Он скажет, тому не биться. И если тот скажет, а он меня обзывает. Она скажет, так ты обзывай его тоже. Если я токсичный в своих видео, сделай свое видео, и тоже будь токсичным. Говори, чтобы я умер. И так далее. Но я же говорил, что слова, это всего лишь слова. Следовательно, этот чувак, он прикидывается шлангом. Так всегда моя мать говорила. То есть, когда ты не можешь оправдаться, прикинься шлангом. Это типичный, простейший прием демагогии. Это, как знаете, священника-педофила застукивают, когда он ебет маленького мальчика. И они ему, типа, спрашивают. Вот он, украл мой аккаунт. Его с поличным схватили, спрашивают. Типа, почему ты украл аккаунт? Он говорит, так это он что-то, какус какую-то говорил в своих видео. И так далее. Ну, офигенно просто. Короче, в чем прикол? То же самое, короче, со священником. То есть, вот он ебет маленького мальчика. И ему говорят, типа, чего ты ебешь маленького мальчика? Он говорит, я бесов изгоняю. Вполне себе нормальная причина, согласитесь. Ну, если он скажет, ну, типа, бесов не существует, а мой бог говорит, что существует. И что они в анусе этого мальчика обязательно. А там очень горячо. Там явно бесы водятся, короче, в анусе. Вполне себе нормально. Вот священник-педофил у нас такой себе. В принципе, как и любое духовенство, он по моральным ценностям им соответствует. Everyone from our group or you're not dead yet. Что-то там. Yeah, but pain toxic is not a good thing. И улыбочка. Ну, замечательно. Замечательно. So, God said, that's not your first account still. And still in people's shit, it's not good too. Right, Mr. Right. Go as where bots on a dark side now. Я вот не понял, что это означает. Напишите мне, что это типа значит. Но вы же понимаете. То есть, ну, знаете, когда этого, Чикатилу поймали с поличным, то он себя вел как джентльмен, а его жена говорила, что он примерный семьянин и так далее. Типа быть токсичным это нехорошая вещь. Понимаете, токсичность это когда ты кому-то это говоришь. Понимаете, токсичность это когда в чат ты это пишешь. Но когда ты сам про себя говоришь, это вот как тебе упало на ногу что-то, и ты прокричал бля. То есть, тебе больно, ты говоришь бля. То же самое здесь. Тебя типа это, ну, глупо вообще типа что-то объяснять. То есть, это система такая. Понимаете, если бы разработчики не хотели, чтобы люди были токсичными, а они очень токсичные, я могу вам сходу показать, короче. Ладно, не буду показывать. Короче, сейчас, сейчас. Вот, например. Чем вам не токсичность? Как вы видите, тут, короче, пишут всякие гадости друг на друга. Вот. Next, что-то там. Target, idiot, fuck и так далее. Tiger, Anna Maria, что-то там. Сердечки. Так, the problem is a plague. Значит, Taz, are you homosexual? Have problem with that. Killer name star arena to do now, что-то там. I love vlogs, you all's mother loves me. Эд, что-то там. Have problem, что-то. Кстати, вот этот твих ушел типа из группы. Вот, например, вот. Two cancers, Идиот, виз идиот. Вот, мне пишут идиот, виз идиот в чат. Понимаете? Когда я кричу, эти люди, они не пострадавшие. В этом весь прикол. Когда ты пишешь комментарий, то тебя хотя бы прочитают. Но когда ты просто кричишь на видео, эти люди, они англичане. Они, если посмотрят это видео, они не обидятся. Это во-первых. Во-вторых, если, типа, опять же, нету пострадавших. Кроме того, это все устроено системой. То есть, система такая. Как я что-то написал, типа, о том, что, типа, ты задонатил толстый тролль, а он написал, типа, жизнь такая, что действительно, он без доната, видимо, не может там на русском сервере, русскоязычном, ничего сделать. Поэтому он, собственно, задонатил. Будем надеяться, что его не взломают. Он же, типа, не токсичный, как говорится. It's one idiot, meta two, who using this idiot? Вот, вот, что мне, в принципе, традиционно пишут. Я вот не понял, а это что? А, ясно, это команда, типа, какая-то. Значит, вернемся сюда. Надеюсь, все понятно объяснено. Наоборот, это если бы я начал что-то там писать, это было бы плохо. А так, все довольны, по сути-то. Ты украл дракона тоже? But yeah, I got crystal too, but I didn't do much to eat. Короче, да, я его украл, короче, но я, типа, не очень хотел что-то. Just play it around, арена, и так далее. Ну, короче, он ничего не хотел воровать, но, типа, воровал. Короче, специально, чтобы накатить. Я же говорил об этом. О, hello, Mackey is being so long man. Это забавно, то есть, получается, что он все воровал, никак это не объяснил, и, естественно, а зачем объяснять? на самом-то деле, блин, удивительно, что он вообще что-то, типа, написал. И на самом-то деле, это даже выгодно мне, потому что я могу вот сейчас сказать, что да, он украл, и украл, не зная пароля. То есть, он украл аккаунт, не зная пароля. Это вот, то есть, доказательство его диалог, его реплики. Также я хочу сказать, что, типа, у него нет на это оправдания никакого, потому что, возможно, это даже не вот тот, вот, не Макай. То есть, а если это не Макай, то, следовательно, то есть, да и Макай, я ничего не делал. То есть, этот Макай, он постоянно ко мне доебывался. Это тоже единственное, что я помню. Good, how are you? Там, что-то там. When Tiber gets his act back, will you steal it again? То есть, ты можешь украсть аккаунт Тайбера, если он вернется. I mean, since I already got, it might as well just tell you. Once you get the email, it's really simple. То есть, а, это первое самое. И вот, так, так. Ох, мэн, it's sad, you deleted me as a friend. Так он всех удаляет, чтобы никто не узнал, типа, имени. В общем-то, это бред. квэшн, так, значит, вот, копенс, короче, прикол в том, что, типа, он потратил купоны и пишет, типа, какие купоны? Не видел никаких купонов. Ну, короче, вы поняли. Гопничество. Don't worry, I didn't waste them. Wow, I really never. Там, ну, короче, понятно. Вот, в принципе, что я застал. Естественно, я чудом это все застал. Но, я хочу сказать, то есть, в принципе, я практически все сказал. То есть, вот, доказательства, чем закончится ваша игра? Вы потратите год интенсивной игры и потом, просто, не имея никакого пароля, то есть, вне зависимости от того, как вы защитите свой аккаунт, его спиздят и потратят все ваши накопленные купоны. То есть, если вы, типа, email свой спалите, а если не спалите, то тоже могут как-то накатить. Не говоря уже про донатеров, и так далее. То есть, в принципе, я, можно сказать, доволен. Хочу сказать, также, что это не значит, что я, типа, не могу там записывать видео. Я могу, типа, обновления записывать, но не особо, не так подробно, как раньше. То есть, раз в неделю будет ролик по Наруто онлайн. Также какие-то, в принципе, обновления. обновления. Но играть, естественно, не буду, потому что мне это нафиг нужно. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Как вы видите, блин. Ну, прикольно, только теперь мне нужно найти, чем заниматься. Ща, Warcraft буду пилить. Кто-то ждал Warcraft, ща будет. Всем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok